Здравствуйте, друзья мои! И очень часто нам, священникам, бросают в укор, что мы такие круглые люди. Как-то так, получается, был стройный семинарист, худенький монах, а потом со временем как-то служит человеку престола Божия, носит крест на груди. И потом постепенно ты видишь, что батюшка становится немного шарообразным. И лицо такое, понимаете, совсем не постническое. И сам как-то стремится к форме шара. Что же тут такое? В чем тут дело? И, конечно же, есть разные формы естественного объяснения, но есть, опять же, и наставление у святых отцов, которое каким-то косвенным образом связано с этой удивительной шарообразностью, которая преследует многих батюшек, хотя на самом деле не только батюшек. Так вот, в достопамятных сказаниях есть история про Авву Матоя, великого старца, на котором стекались со всех сторон ученики. Это было то самое первое поколение, одно из первых поколений египетских монахов, которое, конечно же, оставило большой след в церковной памяти. И такого времени расцвета монашества уже, конечно, не будет. Но уже тогда определились две формы бытования иночества. Это были отшельники и общежительные монастыри. И впоследствии старцы в большинстве своем отказались даже от отшельничества и благословили идти путем общежительного монастыря, то есть создания киновий. Потому что монашество, как и вообще, собственно, христианство – это жизнь семейная. Христианину нужно жить с братьями и сестрами, нужно жить в семье. И, как ни странно, среди аскетов, подвижников и монахов существовало мнение, что отшельничество по сравнению с жизнью в общежитии, в общежительном монастыре, есть более низкая ступень. Мы воспринимаем это как-то иначе. Мы считаем, что, Боже мой, это же какой-то совершенно неподъемный труд уйти не просто в монастырь, как это делают многие монахи на протяжении столетий, а поступить, как, например, Мария Египетская или преподобный Антоний, самый первый монах, монах-первопроходец. Это жить в пустыне, ни с кем не поговорить, никаких бытовых условий, скорую помощь не вызвать, никому нельзя обратиться за поддержкой. Ты один на один, вот песок, небо над головой и какие-то сухари, и все, и больше ничего нет. Как они это выдерживали? И при всем при этом мы читаем в Патереках, что отшельники иногда после десятилетий жизни в пустыне или в лесу приходили в общежительный монастырь не потому, что это была заслуженная пенсия или не хотели на старости лет спокойно пожить, а потому что считали, что они уже готовы взойти на следующую ступень, на ступени жизни в общежительном монастыре. То есть старцы мыслили иначе. Для них отшельничество более низкая ступень по сравнению с жизнью в общежительном монастыре, и это должны, наверное, хорошо понимать монахи общежительных монастырей, особенно монахини, где жизнь иногда бывает похожа на постоянное сражение. Это очень серьезная, видимая и невидимая брань. И вот к Авиматою приходит брат и говорит, что мне делать? Меня беспокоит язык мой. Когда я бываю с людьми, не могу удержаться его, но осуждаю, обличаю их во всяком даже добром деле. Нам это очень знакомо. Бывает даже и не хочешь никого осуждать, и не хочешь ни с кем ругаться, но надо же как-то поддержать разговор. Самое простое – это кому-нибудь перемыть кости, может быть, какому-то заметному человеку или общему знакомому. И как-то слово за слово, и ты уже увлечен осуждением, обсуждением, укорами, даешь всем диагнозы, вешаешь бирки с клише, с весом этого человека. Это удивительно. И вот, оказывается, в древности, да, тоже была такая проблема, потому что мы всего лишь люди. Он говорит, что мне делать с этим моим языком? И надо заметить, что это говорит не простой христианин, а это говорит подвижник из одного из первых поколений египетских монахов. Это были очень строгие люди. Они неделями не кушали ничего. Они сутки на пролет молились. Они отсекали любые свои потребности. То есть вот все их имущество, это была, может быть, какая-то рогожа и одна перемена одежды, которую они на себе носили. Вот такой суровый вид подвижничества. И при этом с языком ничего не может сделать. Как апостол говорил, что язык – неудержимое зло. Даже подвижник, у которого нету сил уже ноги передвигать, а языком все равно мелит. И вот что же отвечал ему старец? Старец сказал в ответ, «Если ты не можешь удержать себя, беги в уединение, ибо это помощь». Беги в уединение. То есть старец воспринимал жизнь отшельническую как путь для тех братьев, которые еще не готовы жить в общительном монастыре. Для нас это покажется мыслью странной, потому что мы-то привыкли думать иначе. Нам кажется, что вот если человек в общительном монастыре уже обжился, он уже может переходить на следующую ступень, то есть к отшельничеству. Вот старцы, которые прекрасно понимали, как устроена духовная жизнь, мыслили иначе. И надо сказать, что, возможно, здесь преподобный приоткрывает завесу тех истинных мотивов ухода в уединение, которые мы не до конца понимаем. То есть иногда в уединение, в отшельничество уходили люди очень слабые и впечатлительные, которые понимали, что они не могут контролировать рубежи своей души, они не могут сопротивляться впечатлениям, которые исходят от других людей. Поэтому, чтобы укрепиться, прийти в себя, сохранить свой внутренний мир, им приходится уходить глубоко в пустыню. То есть это не просто порыв молитвы перед Господом, но еще и охранительный жест для особо впечатлительных и ранимых людей. И вот старец ему советует, если ты ничего не можешь с этим сделать, ну, чтобы тебе совсем не погибнуть из-за твоего языка, ну, хотя бы уйди в пустыню, в уединение. И дальше он говорит потрясающую вещь. Кто живет с братьями, то должен быть не четвероугольным, а круглым, да бы мог катиться ко всем. Не четвероугольным, а круглым. Какая интересная форма. Не случайно святитель Григорий Ниски говорил, что занятие геометрией способствует духовному развитию. Он считал, что это один из видов добродетелей заниматься геометрией. И вот старец Матой говорит о том, что есть люди четвероугольные. Я бы сказал, что кроме четвероугольных есть еще и треугольные с очень острым углом, которые никак не катятся, которые только всех ранят и всех царапают. Но четвероугольные хоть как-то можно еще катить, как-то еще можно объехать. Но треугольные братья и сестры, они уж как занозы иногда впиваются. И если уж что-нибудь скажут, это как будто бы иголка под ногти. А старец говорит, что если ты с братьями живешь, ты должен быть не треугольным, не четвероугольным, а круглым, чтобы катиться ко всем навстречу, чтобы стараться утешить братью. И мы видим, что даже великие отшельники, такие как преподобный Моисей Мурин с такой богатой биографией, с таким суровым подвижничеством, всякий раз, когда приходили к нему братья, он превращался из сурового аскета в заботливую мать, которая делала все, чтобы утешить братью, поддержать. Он становился круглым в присутствии братья. И дальше старец говорит, «Я живу в уединении», – присокупил старец, «не по крепости духа, но по немощи, а сильные живут среди людей». Какие удивительные слова. То есть старец искренне, без кокетства, надо заметить, что он говорил честно, признают, что он живет в уединении, потому что он немощен, он не получается всегда быть круглым. А сильные живут среди братьев. И это для нас очень хороший такой геометрический пример и призыв к тому, чтобы стараться стараться утешать людей, ни в коем случае не ранить их словом. И если не получается уж совсем сдерживать язык или свою какую-то особую ретивость и темпераментность, ну, нужно иногда по временам позволять себе бегство в уединении, чтобы успокоить гнев, раздражительность, слово свое острое, свою треугольную природу, может быть, хоть как-то округлить. И, возможно, некоторые батюшки этот завет стать круглыми восприняли слишком буквально. И поэтому мы тоже выкатываемся навстречу братьям и сестрам и нашим прихожанам, чтобы их воспринять в свои руки, в свои объятия. Правда, нас за это иногда воспринимают за колобков и готовы съесть. Ну что ж, если это поддержит голодающих и умирающих, пусть будет и так. Но наш путь — это путь той округлости, того служения и утешения, которому призывали нас египетские отшельники.